приветствую будни мастерской теперь по традиции будет так что часть ножей готовые часть не готовы и мне так как-то кажется даже поинтересней от видео к видео до идет какая-то динамика и так сначала скажу сейчас как чихнул бдор до экстрема ратио бдор на самом деле я с интересом посмотрел этот ножик пообщался с ним как всегда экстрема ратио наверно ну на мой взгляд это наиболее целесообразная италия в плане того что у них как-то все очень стандартно и стандартно неплохо у них есть свои одни и те же косяки но если они не раздражают то экстрема ратио это крайне неплохо что здесь интересно это очень маленький очень легенький нож но у него полноценный сплошной металлический лайнер очень правда тугой просто дико тугой замок то есть он прям вот ну вообще не детское усилие на нем вот но зато он и абсолютно маленький но фиксовый то есть такое ощущение что это реально фикс у тебя в руках мне понравилось что металлический лайнер есть и здесь причем он здесь вот так вот сплошной вот под этой частью его нет он вот так вот проходит и вот сюда принципе неплохо кроме тугого замка придраться можно разве что к тому что могли бы винтик сделать как-то посимпатичнее чтобы он так колхозно не торчал из пластмассы ну хотя бы чтобы было как-то как здесь но сюда клипс переставляется ну ну и собственно все просто раз они здесь сделали заподлицо могли бы здесь что-то как-то придумать но не стали да по какой-то причине бог с ними дико тугой замок просто дико а в остальном все прекрасно нож фронт флиппер такой спокойный не щелкающий фронт флиппер складывать непривычно потому что кромысл отсюда выезжает вот но приноровиться в принципе можно то есть достаточно просто снять замка сначала сделать первое движение а потом можно его закрыть уже в том числе за кромыслом то есть к своему такому ножу можно привыкнуть в легкую вот мне в принципе бдурчик понравился я считаю что для маленького ножа это крайне весело и неплохо он не флипует ни при каких обстоятельствах он затянул тот намертво я так предполагаю что судя по виду вот так вот внутрь я не разбирал на пластиковых скорее всего шайбах вот сведен он естественно толстенько поэтому то что вы наблюдаете это 40 градусов это уже достаточно широко выглядит но тут уж чуть не порезался как есть так есть черно режет n690 здесь хорошая приличная как всегда на итальянцах она вполне себя оправдывает ну то есть n690 вот еще один нож из готовых вот такой вот бекер плюс первый раз держу в руках на самом деле я вам скажу так что это наверное один из немногих бекеров которые мне прям вот прям понравились прям вообще понравился понравился не только тем что он себя представляет какой дизайн ну даже тем как он сделан по большому счету здесь внутри такие милипупочными ли сусичные подшипнички такие знаете гномичные такие вот но в принципе он на них вполне прилично пуляет вот главное их ни в коем случае не перетягивать а так здесь все сказочно дальше вот такой скелетизированный титан естественно вообще ничего не весит клинок не толстые обувь местами закруглен местами снят широко фальшь конечно же не симметрично даже не думайте сталь ну просто посмотрите что слегка изогнут кончик так что сталь здесь ну скажем так не блещет закалкой не японский на как бы кухне свг-10 но но зато очень резучий маленький складной скальпелечек не толстое сведение замок в данном случае вертикальный люфт имеет я думаю что если даже его вот я нажимаю на него люфт никуда не исчезает здесь в принципе все грустновато ну потому что опять таки титан и вообще попросили его зажать потому что он все время раскручивается такие даже часто раскручиваются ну и поточить в принципе для легкого варианта ношения на кармане что-то порезать овощи фруктово-хлебная колбасная очень даже неплохо ничего не весит приятные материалы нормально ну то есть как бы за свои деньги нормально субъективно он мне понравился то есть ему вот за его необычности непохожесть много на что и вот эту легкую механику можно простить не люфт конечно я бы не простил не смог бы использовать но другие моменты в дизайне в частности вот такую клипсу я бы ему в принципе даже простил потому что в руках она не мешает то что она достаточно далеко здесь вот теперь ну наверное вам интересно и вы это уже видите поэтому пожалуй надо показать да есть вот такой вот побитый жизнью гражданин гражданину явно досталось в этой жизни в частности ему досталось по носику то есть кончик у него просто отсутствует фильм просто здесь нет просто кончика причем очень приличного количества этого кончика вот это раз два механика у нас здесь такая как собственно говоря ну как быть не должно здесь даже при отжатии замка вот-вот-вот механики ну вот видите да как будто там где-то в осевом то ли медом смазано то ли солидолом одно из двух ну буду разбирать смотреть думать и естественно приводить в чувство кончик можете попробовать в комментариях написать как по вашему я буду исправлять этот кончик и как по вашему правильнее исправить этот кончик будет интересно почитать еще интересный нож вот тоже в работу пришел steel wheel апостейт был обзор на этот нож это один из немногих steel wheel of которые мне понравились время действительно офигенный нож он сейчас на вторичке дорого стоит потому что их перестали производить она достаточно удачный харизматичный и есть люди которые за ними реально гоняются и вот человек нашел приобрел но к сожалению здесь сорваны все винтики здесь нет никакой совершенно тоже механики как бы все очень грустно и этот нож будет перебираться а кстати точиться сам он не будет под почему потому что на сейчас я вам внимательнее давайте посмотрим покажу смотрите заказчик смог потащить сам на камнях так что четко попал в ребро танта с обеих сторон свел в одну линию их это прям респект то есть да здесь нет финиша в зеркало там и прочее прочее но 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 и последнее это моро ну я понимаю что вы знаете что это моро значит это моро ну как то вот так получилось что я решил ее переточить вот по всему сканде спуску естественно делать зеркало на сканде спуске на море это ну не знаю это то же самое что в жигули ставить три ксеноновые лазерные фары три ксеноновые три как их зовут светодиодные габариты ближний дальний светодиодные лазерные фары от бмв да пожалуй это не нужно вот но но нож должен быть острым нож должен офигенно резать у него все было здесь на режущей кромочке достаточно грустно кончика не было вовсе вот почему здесь на кончике вот такая картина поэтому я просто взял да переточил его заводской угол 12 градусов практически по нему я и шел сделан микро подвод на 4 десятые выше с каждой стороны то есть 12 и 8 на ой на 4 сеты на 8 десятых с каждой стороны то есть на 1 и 6 микро подвод больше то есть если общий угол заточки типа 24 по основным подводам микро подвод на 25,6 градуса ну грубо на 26 что это дает но это дает море возможность не загибаться сразу вот при том что это вообще никак при грамотном подходе к этому микро подводу вообще никак не снижает ни агрессию реза не ощущение сумасшедшие остроты и есть ощущение сумасшедшие просто остроты он и выглядит очень прилично и достаточно хищненько вот я здесь сделал финиш после 600 камушка просто прошелся алмазами пастами алмазными для того чтобы просто было опрятно красиво и для того чтобы просто попасть в сатин который здесь здесь и здесь просто третий вариант сатина вот так вот это выглядит играет всеми ребрами очень красиво и мне кажется все это очень будет приятно резать и понравится хозяину вот такая вот история вот такие вот будни приходит куча всякого интересного не все успела показывать но то что успеваю особенно то что считаю наиболее интересным показываю ну и пишите свои комментарии всегда интересно как вы думаете надо точить мору нужно ли вот это дизайн этим заниматься или просто делать подвод или вообще линзовать это руками на наждачке или камнях вот вы как считаете я в принципе умею делать и так и так и так просто когда заказчик проговаривает мне свои требования пожелания я понимаю надо делать вот так так или так и стараюсь это собственно говоря сделать вот ну на этом собственно все до новых встреч интернет эфире знания